Музыка Сегодня нам хотелось бы рассказать вам о тех художниках, которые приезжали в наш край и гостили на хуторе Бугры. Раньше он располагался в Спасской волости Малорославецкого уезда. Сейчас эта местность известна под названием Кончаловские горы или дача Кончаловского. В конце XIX века усадьбы, расположенной в этой холмистой местности, откуда и пошло название Бугры, принадлежала семье Ивана Ивановича Трояновского. Имение было частью приданного его супруги Анны Петровны Обнинской. Построенный в 1880-е годы, уютный дом привлекал многих друзей Трояновских. Они могли легко добраться до усадьбы из Москвы. Этот уютный уголок цивилизации с еще не тронутой тогда природой стал местом частых встреч Трояновских с друзьями. Иван Иванович Трояновский окончил медицинский факультет Московского университета. Работал врачом Московской городской рабочей больницы, имел обширную частную практику, помогал крестьянам. Врачебная практика познакомила и подружила Трояновского со многими известными и талантливыми людьми своего времени. Иван Трояновский прекрасно разбирался в искусстве, коллекционировал произведения. Многие работы из его собрания были подарены самими художниками в знак благодарности за лечение. Другие он приобретал сам. Так состоялось знакомство Трояновского с Василием Дмитриевичем Поленовым, работой которого Трояновский мечтал иметь в своей коллекции. Первым приобретением стал этюд больная. Может быть из-за того, что его взволновала столь верная и глубокая передача такого знакомого ему, как врачу сюжета. Впоследствии в коллекцию Трояновского попали 16 работ Поленова. Общение Трояновского и Поленова быстро переросло в дружбу. Общение с Поленовым оказало большое влияние на художественный вкус Трояновского. Он навещал его в его усадьбе Барок. Художник тоже не раз приезжал к Трояновским в Бугры. Живя в буграх, Поленов работал над одной из важнейших тем своего позднего творчества – сюжетами жизни Христа, восточными этюдами. Через общих друзей Иван Иванович познакомился с Исааком Левитаном. Их дружба началась около 1895 года, когда художник уже был сильно болен и продолжалась вплоть до его смерти. Осенью 1897-го Трояновский пригласил Левитана в бугры. Пробовал он в гостях всего около недели, но здоровье художника немного окрепло, и он много и плодотворно работал. В буграх он пишет несколько этюдов с изображением окрестных деревень. Простейший деревенский русский мотив приобретает лаконичное и монументальное звучание. Левитан пишет яркий солнечно-осенний пейзаж, изображающий линейку – дорогу, которую вела от Белкинской усадьбы до Кобицына. Именно по ней приезжали гости из Москвы в Белкино. Ее украшали многовековые, посаженные еще в Екатеринские времена, березы. Вернувшись в Москву, Левитан на основе этого этюда написал этот же пейзаж в лунном освещении. Для произведения позднего Левитана характерно особенно философское восприятие пейзажа. В это время его привлекали пейзажи в лунном свете и передачи ночного освещения в живописи. По воспоминаниям Анны Ивановны, дочери Ивана Ивановича Триеновского, Левитан особенно привлекал семейный уют, который отличал их дом. Во время болезни художник Триеновский днями и ночами не отходил от больного, стремясь облегчить его страдание. В знак признательности за помощь Левитан подарил доктору этюд «Весенний ручей» с дарственной надписью «Милому хорошему Ивану Ивановичу Триеновскому на добрую память. Левитан, 95-й год». Дочери Триеновского он подарил этюд с изображением свядущих вижен, на котором написал «Милые деточки-анюрки, старый хрыч Левитан». Анна Ивановна Триеновская тогда уже начала рисовать, и Левитан хвалил ее рисунки. Потом она стала художницей, училась у Серова. Сам Валентин Серов бывал в буграх и не раз, особенно после смерти Левитана. Выдающийся портретист, он изобразил владельцев бугров. С большой симпатией он относился к хозяйке бугров, Анне Петровне. Сохранились два иографических портрета, выполненные карандашом. В 1903 году Серов перенес тяжелую операцию. Иван Иванович Триеновский помогал ему после нее, ежедневно навещал художника. Так появился на свет шаршина доктора Триеновского. Летом 1904 года Серов долго жил в Пелкино. Созданные им эскиз интерьеров легли впоследствии в основу его картины «Зал старого дома». В буграх он работал над иллюстрациями к басням Крылова. По словам Серова, природа Малорославецкого уезда располагала к этому занятию. Одну из иллюстраций к басне «Волк и журавль» он подарил Триеновскому. Неоднократно приезжал в гости к Триеновским Евгений Евгеньевич Ланцере. Он подарил им одно из своих акварельных произведений «Ботик Петра I», которая входила в историческую серию, посвященную Петербургу. Интересное сотрудничество Ланцере и Виктора Петровича Обнинского. Художник создал книжную марку для его летописи «Русской революции». Изображение человеческой фигуры, стоящей на коленях, пытающейся порвать цепи в окружении тесных стен, отсылают к символике борьбы за свободу русского народа. Иван Иванович Триеновский обладал тонким художественным вкусом, чутьем на таланты. Одним из первых он обратил внимание на еще начинающего художника Михаила Ларионова. В 1903 году Триеновский купил первую работу этого художника «Море, рыбы под заходящим солнцем». В 1911 году при поддержке Триеновского была устроена персональная выставка этого художника. После Ларионов вместе с Натальей Гончаровой приехали в гости к Триеновским в Бугры. В 1903 году в Петербурге произошла важная встреча Триеновского с Игорем Грабарем. Вскоре Грабарь подружился со всей семьей Триеновских. Стал сначала желанным гостем в их московской квартире, а потом их квартира стала и постоянным местом пребывания художника в Москве. Анна Петровна даже сравнивала Грабаря с Кукушкой, не имеющей своего гнезда. В первую же встречу Грабарь решил подарить Триеновскому свою работу. Он писал, «Я знал, что он не богат и покупает только из своих врачебных заработков, почему подарил ему маленький тюцарай, написанный в Наре. Заметив, что он ему не слишком нравится, я решил впоследствии подарить ему что-нибудь получше». Несколько раз гостил Грабарь в Буграх. В августе 1997 года он работал над двумя темами. Первое – изображение цветов в саду. «Выйдя утром в сад, я был восхищен видом массы флоксов в утренней росе, сверкавшей на солнце всеми цветами радуги», – вспоминал художник. Другая тема была – заход солнца. «Раскаленный желтый диск опускался в долину реки Протовой, видной сквозь листву ближней рощи», – писал Грабарь. «В обоих этих произведениях чувствуется влияние понтилизма». Друзья Ивана Ивановича Тариновского говорили, что он воодушевлял их работать. Его мнения, вкус вызывали уважение. При этом он всегда с большой любовью относился к художникам, к их работам. Например, в одном из писем к Ивану Шишкину, обращаясь к художнику с просьбой о покупке его картины, он пишет, «Не есть ли это в самом деле несоразмерная претензия, что скромный чернорабочий врач мечтает о приобретении работы прекрасного мастера?» Судите сами. Человек, глубоко и страстно любящий искусство, трудился 15 лет, страдал, экономил крохи, надеясь на это, и, наконец, решается испытать свою судьбу, то есть предложить свои скромные трудовые сбережения своим любимцам, чтобы приобрести 2-3 вещи, осветить ими свое жилище и ими же согревать свое стареющее сердце. После революции, в отличие от Белкиной и Турликов, которые были национализированы, бугры оставили Трояновским. Иван Иванович работал в Москве в отделе по делам музеев вместе с Грабарем, участвуя в спасении культурных ценностей. После смерти Анны Петровны в 1920 году гостей стало меньше, Иван Иванович тяжело переживал эту утрату. Приезжали только самые близкие. В последние годы жизни Трояновского частым гостем был Петр Петрович Кончаловский. Со свойственным ему чутьем Трояновский смог разглядеть талант в молодом художнике и даже называл Петра Петровича первым живописцем в Европе. Через 2 года после смерти Ивана Ивановича Кончаловский купил бугры. Так же, как и прежний владелец бугров, Кончаловский увлекался садоводством и поддерживал в прежнем виде сад с экзотическими деревьями. В буграх Кончаловским были созданы и знаменитые сиреневые натюрморты, уже в 30-е годы получившие широкую известность. Ольга Васильевна, супруга Кончаловского, писала, «Русская природа средней полосы завладела Петром Петровичем». И неизвестно, он ли создал ее на своих холстах или она создала его картины. Он сливался с природой до самозабвения. Именно в буграх и окрестностях были написаны почти все его среднерусские пейзажи. Работы послевоенного периода проникнуты особенной радостью – любованием природой. В это время он увлекается созданием жанровых картин на тему крестьянской жизни, создаёт эпические образы Родины. Он много работает в своем любимом жанре – портрете. Пишет известных деятелей культуры, тех людей, которые были близки ему духовно. Среди героев Кончаловского – выдающиеся музыканты, актеры, писатели. Над многими портретами он работал в усадьбе, проводя там большую часть года. Один из самых выразительных портретов, созданных непосредственно в буграх – портрет композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Нередко посмотреть на знаменитого художника, его домашнюю галерею, приходили экскурсии школ и пионерских лагерей. Именно произведения последнего периода, созданные в буграх, оказали наибольшее влияние на творчество последующих поколений. Сын Петра Петровича, Михаил Петрович, тоже стал художником. Вместе они много работали над натюрмортами с дичью, на которые охотились вместе, и над открестными пейзажами. Частым гостем был скульптор Сергей Коненков. Кончаловский познакомился с Коненковым, еще будучи гимназистом. Потом они вместе учились в Академии художеств. Коненков мечтал создать портрет художника Василия Сурикова. С ним Коненков был очень дружен еще при жизни, испытывал к нему громадное уважение. Василий Суриков был отцом супруги Петра Петровича Кончаловского Ольги Васильевны. Коненков задумывал вырезать портрет из дерева. Ему требовался большой пень с корнями. Решено было выбрать дерево в буграх, для чего Коненков специально приехал в гости к Кончаловским в июле 1948 года. В созданном портрете Суриков предстоит вдохновенным, гордо поднятый головой. Удивительно, как на протяжении около 70 лет бугры неизменно оставались центром притяжения для деятелей культуры, местом вдохновения для многих художников. Сейчас уже в усадьбе угасла та активная жизнь, которая некогда так отличала ее. После смерти Петра Петровича в 1956 году гости стали приезжать все реже, а рядом с усадьбой начинает развиваться молодой город науки Обнинск. Субтитры создавал DimaTorzok